Культ, 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 культ поход 12 часов и 4 минуты и программа «Культ поход» прямо сейчас начинается на 101.0 в прямом эфире Прямую трансляцию нашей передачи вы сможете также увидеть и услышать в нашем телеграм-канале Радио Кировград, ищите, пожалуйста Будет обязательно розыгрыш сегодня призов 211-101. Напоминаю, номер нашего телефона. Светлана Дождевых вас приветствует. И Владимир Сметанин. Сегодня такой солнечный день, но очень-очень холодный. Ожидали, что зима немножечко вернется. Вот это наконец и произошло. Но ничего, я думаю, что сегодняшней информацией, сегодняшним розыгрышем мы вас сможем немножко разогреть. Интересная очень тема, интересная гостья, не одна гостья. Сейчас обо всем расскажем. Представляем и тему, и гостью нашу. С нами в студии Юлия Анушайте, завлит театра на Спасской, куратор проекта «Лекции на лестнице». Также сегодня будет с нами на связи Екатерина Рябова, театральный критик, театровед, историк театра, кандидат искусствоведения, переводчик. Добрый день, Юль. Добрый день. И разговор у нас посвящен проекту «Лекции на лестнице», который проходит в театре на Спасской. Поясним, почему Екатерина будет у нас на связи. Она сейчас географически просто не в Кирове находится. Да, она сейчас в Губахе. Она как театральный критик. Да, постоянно смотрит, ездит в спектакль, обсуждает. А, я думала, Губаха у меня ассоциируется с горными лыжами. Там еще и театр. Там еще и театр. И они часто играют спектакль под открытым небом. Вот. Ну да, скоро будем Екатерину подключать. Собственно, Катя, она будет читать эту лекцию, первую из лекций, которые мы посвящаем премьере бури, июньской премьере по пьесе Шекспира. И так как Катя Шекспировед, как бы и ученица Барташевича Михаила, самого знаменитого в России Шекспироведа, то мы попросили ее этот цикл лекций, которые мы к премьере приурочим, открыть. И она начнет вот 30 апреля, расскажет нам о постановках Шекспира в современном российском театре. Так, давайте еще раз, медленно, чтобы никого не запомнили. Да, я тоже захотелось все разложить по полочкам. В июне в театре на Спасской будет премьера бури по Шекспиру. Да, по Шекспиру. Точная дата пока еще не определена. Известно. 16 июня. 16 июня. 16 июня. 17 июня. Возрастное ограничение 12+. 12+. А 30 апреля в 16 часов будет первая лекция на лестнице, как продолжение этого проекта. И вот там Екатерина будет принимать непосредственное участие. Вот так. Тут 16 плюс возрастное ограничение. То есть история там какая? Лекции на лестнице мы когда пять лет назад задумывали, на самом деле чуть больше. То есть у нас пятый сезон, но был перерыв на пандемию, когда мы не могли приглашать кировчан в театр. И не то, что там лекции читать и спектакли играть. Но я помню, вы там ломали голову, очень переживали. Да, но вот как выкрутиться, но не получилось. И в общем, сейчас у нас пятый сезон этого проекта. И каждая наша лекция так или иначе приурочена, как правило, к премьере. То есть, например, в отличие от других многих проектов аналогичных, потому что мы знаем, что открытые лекции, публичные лекции, такой интеллектуальный вид досуга, он очень популярен и в России, и в Кирове. Они, как правило, регулярно проходят, ну, с определенной периодичностью. У нас все немножко иначе. У нас, как правило, к премьере привязаны наши встречи. Есть премьера, мы выбираем лектора, приглашаем его, и, собственно, немножко разогреваемся перед премьерой, погружаемся в тему. Ну, давайте напомним немножко историю лекций. Есть у нас немного времени. Что это за формат такой? Как вы к этому пришли? Еще раз проговорим. Ну, открытые лекции, они, как я уже сказала, довольно популярный формат, и мы в какой-то момент решили, что нам тоже хотелось бы, потому что, ну, как бы театр все-таки специфическая немножко история, да, и, помогая зрителю готовиться к премьере, первую лекцию нам читала Наталья Осипова, директор школы писательского мастерства сейчас, и это была лекция, приуроченная к премьере Каренина спектакля. Она читала про чувственность в романе Толстого, вот. И, соответственно, с тех пор мы каждый раз, почти к каждой премьере кого-нибудь приглашаем. Иногда это, например, Катерина Андреева, главный, бывший главный художник театра, читала несколько лекций. Иногда, очень редко мы делаем исключения, была у нас классная лекция, кстати, тоже читала Катя, про женщин-режиссеров. К 8 марта мы эту лекцию делали. Вот, но в основном, как правило, это все-таки подготовка к премьере. Ну, называется, название такое получило проекта, потому что там действительно лестница фигурировала, да, в самом начале. Изначально. То есть Каренин у нас должен был открывать в сентябре сезон, и мы такие думаем, ну, если окей, в августе мы откроем этот сезон, то очень здорово делать эти лекции на открытом воздухе, под открытым небом. И у театра на Спасской, если завернуть со Спасской немножко за угол, в переулок кооперативный, там есть две чудесных чугунных таких литых лестницы. Мы думали, классно, зрители сядут там, значит, лектору мы поставим микрофон и столик, но в августе стало резко холодно, и мы переместились на экспериментальную сцену театра. Но название проекту уже было дано, придумано, оно нам очень нравилось. Не хотели уже отходить от этого. Да, и, в общем, название осталось, лестница, она никуда, ну, в общем, в театре много всяких лестниц. Но у вас проходит, по-моему, в зале таком малым, но там тоже есть такое ощущение лестницы. Но иногда, например, когда приезжала Галина Юзефович и читала нам лекцию по Пелевину, мы собирались в большом зале, потому что мы знали, что этот человек будет весной, мизейной. Да, да, да. Ну, я думаю, что на Шекспира тоже послушайте Шекспире. Тут придут и школьные программы, и студенты, и филологи. Точно придут. Мы сейчас расскажем, мы сейчас расскажем, да. Ну, надо заметить, что предварительная регистрация, да, необходима, чтобы... Да, это необязательное условие. Организаторы знали, сколько собирается. Просто будет так легче, и мы будем признательны, если... И вход бесплатный. Да, вход бесплатный. Мы еще не сказали, что абсолютно свободный вход, но необходимо зарегистрироваться, чтобы в театре предполагали, да, сколько человек готовы прийти. Я предлагаю нашему редактору уже потихонечку набирать, да, подключать к нашей беседе. Екатерину Рябову, театрального критика и театроведа, с которой будет встреча в рамках вот этой лекции на лестнице 30 апреля в 16 часов. Почему Шекспир? Снова замаячил на горизонте. Почему буря? Кому принадлежит идея, да, выбор пьесы? Я тут перечитал сюжет, боже мой, столько персонажей. Да, 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 да. Первое, что возникает вопрос, как это можно вообще поставить в театре. То есть ты читаешь, читаешь, потом возвращаешься, так кто это сделал? Ага, вспомнил, так снова возвращаешься, боже мой, огромное количество. Но в этом смысле Шекспир, конечно, он всегда доставляет удовольствие, когда список действующих лиц читаешь. Материал предложила режиссера Наталья Красильникова. В свое время она, кстати, играла Джульетту в спектакле, в знаменитом Александра Клокова. И теперь наша бывшая Джульетта сейчас сама ставит Шекспира. Когда она выбирала материал, для нее самым важным именно в буре, да, то есть мир, который переживает катаклизмы, он чем-то похож на бурю, да. И вот эта ситуация, когда главный герой проходит через выбор, все-таки мстить или не мстить, идти до конца или не идти. И когда в итоге, не знаю, можно спойлерить Шекспира или нет. В общем, для Натальи самое важное — это милосердие и прощение, о котором говорит Шекспир. И как она говорила, когда мы выбирали материал, что очень важный посыл — это именно способность оставить вот эту бурю позади, выйти из этого шторма, всех простить и все принять. И в этом смысле она говорит, что Шекспир дает нам надежду. И поэтому нам кажется сегодня очень классно взять этот материал и поставить его. У нас на связи Екатерина Рябова. Я предлагаю наушники, чтобы Екатерину слышать. Сейчас мы узнаем, кто еще ставил бурю Шекспира, в каких театрах, какой был опыт. Екатерина, алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Замечательно вас слышно. Мы рады вас приветствовать в нашем прямом эфире. Напоминаю, что театральный критик, театровед, историк театра, кандидат искусствоведения и переводчик Екатерина Рябова с нами на связи. Мы ждем вас в театре «На Спасской» 30 числа в рамках проекта «Лекции на лестнице». Да. С чем вы к нам едете? Мы сегодня такую вот презентацию, да, анонс устраиваем. И хотелось бы чуть подробнее побеседовать, что же вы будете публике представлять. Потому что, да, очень интригующее название лекции. Ну, озвучим. «Килл Билл» или пьесы Шекспира в современном театре. Все верно. 16 плюс ограничения. Да, Екатерина. А, да. Да. Да, да, да. Уже можно общаться с нами, да. Мы собирались разговаривать не только о постановках «Бури», но и вообще, в принципе, о современных интерпретациях пьес Шекспира, потому что это, наверное, такая одна из самых больших и интересных сфер в современном театре, да, и вообще в истории театра, да, потому что, ну, как мы знаем, как мы помним, Шекспира не всегда считали великим гением, да, то есть были, конечно, люди, которые с ним вместе работали, его современники, но театры в Англии были закрыты во время Буританской революции 1640 года, и они были закрыты на 40 лет. Пьесы Шекспира практически не сохранились, потому что издавать свои пьесы считалось в то время неправильным, потому что ты отбирал хлеб у собственного театра, издавая пьесу, да, пьесу надо смотреть и не читать. Так, что-то у нас там произошло. Екатерина. Так, давайте будем, давайте будем... Может быть, нам подсказывает звукорежиссер, что связь у нас не прервалась, но почему-то звук, звук еще. Давайте еще... Так, я вернулась, да, я... А, Екатерина, да, точно. Все, там такая пауза повисла очень много значительно. Отношение к пьесам Шекспира за 400 лет очень сильно менялось, да, то есть те люди, которые пришли во вновь открытый театр английский уже в конце 17 века, они считали пьесы Шекспира варварскими, скучными, непонятными и неправдоподобными. И, в общем-то, такое переоткрытие Шекспира произошло благодаря немецким романтикам в начале 19 века, которые, в общем-то, поняли, что он действительно гениальный драматург, гениальный поэт, знаток человеческих душ и так далее. Вот, и, конечно же, 20 век, век режиссерского театра очень много для себя открыл в пьесах Шекспира, да, потому что вдруг оказалось, что пьесы, которые писались для старинного театра, для театра, в котором фигуры режиссера в принципе не было как таковой, они прекрасно подходят для режиссерской фантазии, да, для простора режиссерских, дают простор режиссерским интерпретациям. Вот, мы поговорим и о русских спектаклях, да, и о зарубежных, вот, возможно, будет даже видео. А видео? Что это может быть? Ну, часть, видимо, каких-то постановок. Ну, да, какие-то отрывочки просто из спектаклей, какие-то записи, да. Ну, так а сейчас-то уже... А сейчас-то непосредственно уже в 21 веке, как Шекспир, какое место в современном театре занимает, и какие, в первую очередь, мысли актуальны сейчас? Алло. Ну, что тут? Мне кажется, что каждый отвечает на этот вопрос по-своему, и смотря, что ставит человек, да, если он ставит каких-нибудь вензорских кумушек, комедию, да, то его интересует одно, если он ставит Гамлета или исторические хроники, то, конечно же, он обращается к более глубоким, серьезным вопросам. Интересно, что разные времена выбирают действительно разные, как сказать, разные стороны творчества Шекспира. Вот, например, в советские 30-е годы в основном ставились комедии, да, потому что первый советский Гамлет возник только в 54-м году в Театре Маяковского. Как бы это связано, конечно же, не только с состоянием театра, да, не только с релизорскими войсками, но, конечно же, это связано с ситуацией в обществе. Вот, в общем, поэтому Шекспира дает очень много возможностей переосмыслить, да, происходящее. Прекрасный английский режиссер Питер Брук, например, в своих послевоенных спектаклях, особенно в «Короле Лире», он собрал просто опыт своего поколения, да, как бы вот поколение тех, кто был молод в начале 50-х годов, поколение детей, которые видели последствия страшной мировой войны, да, вот этой вот катастрофы гуманизма, катастрофы вообще человечности. И поэтому, например, в общем, одними из такими, эталонными, наверное, считаются интерпретации Петра Брука для 20-го века. Ну, 21-й век — это как бы время уже не таких однозначных героев, да, то есть как бы таких титанических фигур 21-й век не выдвигает. Но там тоже есть о чем поговорить. А вот пьеса «Буря», которую выбрал театр Наспасской, насколько она популярна? И, может быть, тоже в какой период к ней обращались, если действительно есть какая-то зависимость. Ну, давайте мы об этом поговорим лучше во время лекции. Да, это хорошо. Это все расскажем сейчас. Екатерина, вот интересный еще вопрос. Вас как Шекспира-веда, да, мы правильно назвали, какая из интерпретаций, из постановок по Шекспиру вот за последнее время вас удивила, может, больше всего, или шокировала? Ну, я вообще имею в виду театры, да, не только в нашем городе, но вообще в России. Может быть, которую есть возможность посмотреть сейчас в записи, например, видео? Ну, не знаю, прям что-то вот неожиданное такое, переложение Шекспира прям задело вас. Есть такой пример? Да, я пытаюсь сообразить. Очень много всего, я думаю, что... Ну, наверное, да, очень много всего, конечно же, происходит. Да, что это может быть? Ну, на видео может быть Гамлет Томаса Астер Майера, театр шоу Билл на 2007 год. А из того, что «Живьем» посмотреть... А, ну, конечно же, Юрий Бутусов, да, работы Юрия Бутусова, которые он делал по Шекспиру и в театре «Сатирикон», еще в начале 2000-х, и позже в театре «Ленсовета», да, у него были прекрасные постановки. В «Сатириконе» он ставил с Райкиным Ричарда III и «Короля Лира», это были прекрасные спектакли. И Райкин, которого мы привыкли воспринимать, например, как комического артиста, играл трагического Лира, совершенно прекрасно. Вот. А в Ленсовете, в театре «Ленсовета» в Санкт-Петербурге Бутусов ставил «Макбета», такой известный как «Макбет кино», спектакль, который шел пять часов и совершенно сносил голову зрителям. Вот тоже, если постараться, то можно найти видео. Здорово. Мы тут предположили, что школьникам и студентам не безинтересно будет посетить вашу лекцию. Вы согласны с этим? Подтвердите, что молодежь тоже может прийти? Абсолютно. Молодежь может приходить. Ничего страшнее 12+, я не скажу. Но ограничение обозначено 16+. На всякий случай. Да, да, я понимаю. Вопросы. Это, видимо, в связи с тем, что это Шекспир все-таки. Собода убили. Да-да, много крови и много трупов. Спасибо, Екатерина. Да, еще раз повторим, что 30 апреля в Театре на Спасской в 16.00 Екатерина проведется лекцию «Килл Билл» или пьесы Шекспира в современном театре. Спасибо, что вышли на связь. У нас в студии по-прежнему Юлия Ионушайтин, завфлид Театра на Спасской, куратор проекта «Лекции на лестнице». Вообще, если вспомнить, Театр на Спасской давно Шекспир брал репертуар? На самом деле, не так давно, к юбилею театра, когда нам исполнялось 80, Владимир Иванович Грибанов позвал... Директор театра. Директор театра, да. Позвал на постановку Релана Баднина, французского режиссера, который потом в Театре кукол служил главным режиссером. Но как бы дебютировал в нашем городе. Он постановкой комедии Шекспира «Два веронца». И он ставил этот спектакль в эстетике комедии Дель Арта. То есть Релан как носитель как бы этой традиции, этих постановок, как ученик. То есть он какое-то невероятное количество театральных образований получил. И в Беларуси учился, и в России. И его позвали на постановку вот этой комедии Дель Арта. И «Два веронца» — это была ну как бы крайняя постановка Шекспира «Обращение». Это было не так давно, получается. Сейчас вышло, да, из репертуара? Да, да. Спектакль, он прошёл несколько сезонов, сейчас его уже нет. И получается, вот спустя короткий период времени мы снова берём Шекспира в репертуар. И мы сегодня открываем в театре к вечернему спектаклю, она уже будет открыта, выставка, которую мы назвали «Шекспириада. Театр она с Паской». И тоже очень любопытно. Первая постановка Шекспира, то есть театр существует с 1934 года, первая постановка случилась только в 60-х годах. Ну это вот то, о чём говорила Екатерина. Да, да. То есть первые 30 лет Шекспира в репертуаре не было. Но это связано было не только с какими-то там общественными, политическими реалиями. Это было связано в первую очередь с тем, что тогда всё-таки театр воспринимался совершенно однозначно как театр для детей. И может ли театр детский ставить Шекспира? Это был очень дискуссионный вопрос. Сначала была первая постановка Шекспира, это была комедия, одна из комедий. А следующим спектаклем уже был «Гамлет» Минского. Главный режиссёр театра Евгений Минский поставил. И вот тут дискуссии уже развернулись нешуточно. Они были в прессе, с учителями очень много общались, дискутировали, насколько «Гамлет» будет интересен школьникам. Может или не может ставить. И библиотека Герцена проделала какой-то титанический труд, отсканировав нам из всей периодики советской ещё рецензии. И там, да, прямо в печати поднимали вопрос, а насколько может... То есть не каждый драматический театр имеет в своём репертуаре Шекспира. И как это так, вот тюз замахнулся на «Гамлета». И это, конечно, безумно интересно. А это, кстати, интересно. Это была единственная постановка «Гамлета» в театре на Спасской за весь период Шекспириады вашей. Два раза. «Гамлета» у нас два. И мы, когда вчера монтировали выставку, у нас два «Гамлета». «Гамлет» Минского и «Гамлет» Клокова висят друг напротив друга по диагонали и смотрят такие две афиши друг на друга. Мы скоро начнём задавать вопросы нашим слушателям, да? Напоминаю, у нас сегодня очень много призов. Чуть позже Светлана этот список озвучит. Но вот у нас ещё какое новшество. С сегодняшнего дня, именно в сегодняшнем культпоходе, мы и пытаемся ещё и разыгрывать наши призы в телеграм-канале нашей радиостанции. Телеграм-канал наш называется «Кировград». Прямо открываете тележку, вводите в поиски, если вы ещё не подписаны на наш телеграм-канал, название и без труда на него выходите. Вот только что там у нас в тележке появился пост с первым розыгрышем. Там билеты, сразу скажу, разыгрываются в кино, на любой фильм и на любой сеанс, в любое удобное для вас время. Там озвучен сейчас вопрос. Я пытался присоединить комментарии, надеясь на то, что ответы пойдут в комментариях, но что-то вот у меня пока на первых порах не выходит, поэтому договариваемся там. Так, заходите в наш телеграм-канал «Кировград», смотрите, что там за вопрос и срочно звоните в наш эфир прямой 211-101. Дозвонитесь, ответьте на этот вопрос. Вопрос мы не озвучиваем, да? У нас будут другие вопросы для непосредственных слушателей. Пожалуйста, ждём 211-101. Ну а теперь предлагаю за сколько там? Три-четыре минуты до рекламной паузы всё-таки начать уже озвучивать, какие у нас призы сегодня есть. Да, призы. Да, давайте это сделаем. Итак, мы разыгрываем пригласительные в кинотеатр «Дружба и смены» на любой фильм и сеанс. Также пригласительные в Вятскую филармонию. Здесь у нас есть два билета. Билеты на музыкальную сборную России, Санкт-Петербургский дом музыки и Вятский губернский симфонический оркестр. Пройдёт мероприятие сегодня, 14 апреля, 18.30, ограничение 6+. Также в Вятскую филармонию. Билеты на песни «Жизнь моя». Выступает солистка Вятской филармонии Ирина Беляева. Мероприятие 21 апреля, 18.30, ограничение 12+. Также у нас есть билеты в пригласительные в театр на Спасской. На спектакль «Дуэль», который пройдёт сегодня, 18.00, ограничение 16+. И на спектакль, который пройдёт завтра, 15 апреля, 18.00, «Гудбай, Берлин», ограничение 16+. Также мы разыгрываем книги от магазина «Читай город». Терри Аболевич, «Сны снежно-ягодника», 16+, Ком Тойби, «Волшебник», 18+, Ася Вологина, «Протагонист», 18+, и Александр Соколов, «Учёные скрывают мифы 21 века», без возрастных ограничений. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская, 65», «Ленина, 103А», «Луганская, 53» и «Волково, 6А». Также у нас есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса» сразу на две выставки. Это выставка «Молодого искусства. Мы», ограничение 6+, и проект «Сейф-спейс», «Безопасное пространство», ограничение 6+. Всё. Предлагаю задать вопрос тогда уже нашим слушателям. Да, вопрос будет первый такой, таким. Катя Рябова, с которой мы, естественно, обсуждали дату предстоящей лекции, очень-очень-очень настаивала, чтобы эта лекция состоялась 23 апреля. В связи с чем? Почему? Почему? Да, можно догадаться. По какой причине? 23 апреля. Но не получилось. Не получилось. Мы будем на гастролях в это время, на фестиваль едем. 211-101. Вот такой вопрос у нас сейчас в прямом эфире для наших слушателей. И напоминаю, что в телеграм-канале «Кировград» есть специальный вопрос для пользователей именно нашей тележки. Не озвучиваем этот вопрос. Заходите, смотрите и тоже дозванивайтесь в наш прямой эфир 211-101. Там вы получите строго определенный приз. Это билеты в кино, в кинотеатр «Смена». У нас уже есть ответ. Принимаем? Да. Здравствуйте. Алло. Да, добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Здравствуйте, Наталья. Не повторяем, да, вопрос? Вы уже запомнили. Я думаю, что это, наверное, день рождения Шекспира. Да, все верно. День рождения Уильяма Шекспира. 23 апреля 1616 года. То есть... Не юбилей. Не юбилей. Через три годика будет там круглая дата. Наталья, ну что, абсолютно верно. Какой приз вы хотите получить? Можно кино? В кино хотите пойти? Да. Хорошо. Без проблем. Не кладите, пожалуйста, трубку. Мы вас передаем нашему редактору. Определяйтесь с призом. Ну а тот, кто зайдет в телеграм-канал нашей радиостанции, радио Кировград, сможет получить тоже билеты в кино в случае правильного ответа на вопрос, который размещен у нас в тележке. Тоже вам нужно дозвониться 211-101. Сделаем небольшую сейчас паузу, да, рекламную. Полторы минуты она продлится. Напоминаю, что мы беседуем с Юлией Иоанну Шайта за флитом театра «На Спаской», куратором проекта «Лекции на лестнице». Очередной пятый сезон проекта стартует 30 апреля в 16 часов непосредственно в театре. Это будет лекция от Екатерины Рябовой «Килл Билл» или пьесы Шекспира в современном театре. Не прощаемся, скоро продолжим. Порядка в 8-9 минут у нас есть еще для того, чтобы пообщаться и с вами, наши слушатели. Отвечайте на вопросы, выбирайте призы. Нам и редактор наш подсказывает, что кто-то все-таки заглянул в наш телеграм-канал, увидел вопрос там написанный и сейчас желает на него ответить. Алло, добрый день, приветствуем вас. Алло, здрасте, Александр. Да, Александр, очень приятно. Какой там вопрос был озвучен? Попробуем нововведение ваше. Вопрос был, в каком веке творил Шекспир. Да, мы решили не грузить наших слушателей. Вот такой простой вопрос. Если я правильно сделал математический расчет, то получается 14-й век. Почему 14-й век? Мы только что озвучивали дату рождения Шекспира. В 1960-м году родился, в 1964-м. Ну, так 1600-е, это какой век получается? Нет, 1564-й. Нет, 23 апреля 1616-го года. Нет, погодите. Так, сейчас будем разбираться. Шекспир родился в 1564-м году. 1564-й, да. Да, то есть это получается 14-й век. Дата его... Нет, в любом случае нет. 1564-й это какой век? Это побольше все-таки. Да, я помню, как нас учитель истории учил, надо взять первые две цифры и прибавить единичку. Да, да. Нет, погодите, если 1900-й, это у нас... 20-й век. 20-й век. 20-й век, да. То есть 2500-й, а у нас 21-й век. Все, 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 у меня с математикой. Значит, получается 17-й, да-да-да. Да, то есть 16-й, 17-й. Родился в 16-м, ушел в 17-м. Да, да, да. Ничего себе, каким оказалось сложным задание-то в таком веке, да? Всех запутали. Ну, 23-го апреля мы верно сказали, да. 20-23-го, да. Ну, ладно, вспомнили хотя бы, да, какие-то азы... Благодаря вам, спасибо, Александр. ...века. Все привыкли к тому, что называют конкретные даты. Хорошо. Александр, в общем, как и договаривались, озвучивал я, что там за участников нашего розыгрыша в Телеграм-канале. Достанется вам, билеты в кино достаются. Не кладите, пожалуйста, трубку. Мы же продолжаем наш розыгрыш. У нас призов уже очень много. 211-101. Это уже для следующего вопроса, да, для желающих ответить на вопрос Юлии Иоаннушой. Вопрос будет такой. Спектакль «Буря», премьера которого состоится 16 и 17 июня, каким по счету спектаклем по Шекспиру будет в истории театра на Спаспорте. О, ну тут надо варианты давать. Давайте варианты дадим. Три варианта. Пусть будет вариант четвертая постановка. Шекспира вообще или... Нет, вообще Шекспира. Вообще Шекспира. Вообще Шекспира, да. То есть четвертый, я сказала. Пусть будет, значит, четвертый, седьмой и девятый. 4, 7 либо 9. Вам нужно цифру только назвать. А вообще коллектив театра, он как-то вот с особым воодушевлением всегда переживает этот момент подготовки Шекспира, саму потом премьеру или, в общем-то... Я вам скажу, любой спектакль, любой театр переживает совершенно особо, потому что это всегда работа над каким-то новым материалом. То есть несмотря на то, что, например, Гамлета ставили два раза, понятно, что это были два совершенно разных Гамлета и подхода. То есть каждый раз, как первый раз. А Ромео и Джилет когда последний раз были? А Ромео и Джульетта это было начало... В 11-м году. Поставлено. Ромео и Джульетта это год, по-моему, 2001. Это начало 2000-х годов. То есть уже больше 20 лет назад. Да, да, это история. У нас есть ответ. Да, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Анастасия. Итак, у нас был вопрос... 4, 7 или 9? Да. Я думаю, что 7. Неверно. Неверно. Анастасия, мы по правилам нашей программы, мы сразу не заставляем вас, да, собственно, уходить из нашей беседы. Мы еще вторую попытку даем. Вот вдумайте сейчас... Сколько раз ставили Шекспира в театре на Спаске? У вас 50 на 50 сейчас. Либо 9, либо 4 нужно ответить. 4. Тоже мимо. Тоже мимо. Я сейчас смотрю на Юлию. Она закрыла глаза. Это будет 9-й спектакль по пьесам Шекспира в театре на Спаске. Ну, ладно, раз ответили, так ответили. Анастасия, вы без приза, вы остаетесь. Очень жаль. Да, мы поступили по-честному. Две попытки вам дали. Ну, видимо, вот пятница сегодня как-то. Вроде не 13-я, да? 14-я уже. Ну, как-то вот звезды не на стороне Анастасии. Хорошо, тогда следующий вопрос. Есть у нас еще вопросы-то? А пока. Сейчас. Обычно мы не успеваем задать еще, но... У нас еще есть 3-4 минуты. Сегодня мы начали раньше розыгрыша. Можно было просто не отвечать на предыдущий там. Ну, как зовут главного героя, например, персонажа. Мне кажется, это вряд ли такая история. Давайте спросим, кто из режиссеров театра на Спаске обращался, поставил два спектакля по Шекспиру, пока был как бы... Вот вы это считаете легче, вопрос. Чем главный герой. Одного раза человеку не хватило. Я даже скажу название. То есть один раз он поставил «Гамлета», и один раз он поставил «Ромео и Джульетта». Тот самый знаменитый спектакль. Мы дважды сегодня называли. Теперь уже можно ответить. Есть у нас ответ. 211-101. Уже, видимо, бесполезно уже повторяю. Уже есть, да, желающий ответить. Алло, добрый день. Добрый день. Да. Вас зовут Валентина, видимо, да? Да, да, да. Вот мы наших постоянных слушателей по голосам уже узнаем. Ну что ж, вам нужно назвать имя, фамилию, да? Ну, хотя бы фамилию, да. Имя, фамилию, кого, чего. Нужно назвать имя, фамилию режиссера, который поставил в театре «Нас Паской» спектакли «Гамлет» и «Ромео и Джульетта». Сварца, по-моему. Ну что вы. Нет. Нет. Режиссера. Мы говорим о режиссере именно театра «Нас Паской». А, театра «Нас Паской». Вот он дважды, он обращался к творчеству великого драматурга, и это единственный такой случай в истории театра, когда один режиссер дважды ставил... Это, наверное, Бородин. Нет. Нет. Давайте не будем подсказывать. Нет, не Бородин. Дважды ставил пьесу Шекспира. И что интересно, и тот, и другой, они ставили сначала комедию, а потом трагедию Шекспира. Ну что, давайте еще раз попробуем. Малет, добрый день. Алло, вы в эфире, общайтесь с нами. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Александр. Александр, да. Пожалуйста. Два варианта ответов. Клоков или Минский? Первый. Клоков. 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 Все верно. Да, да. Здорово. Мы поздравляем вас, Александр. Ваш сегодня день удачный. Что хотите получить в качестве... Да, что хотите в качестве приза получить? Давайте в филармонию. В филармонию. А давайте мы вот просто поступим. Сейчас не кладите, пожалуйста, трубку. Мы вас передадим нашему редактору. Есть у нас филармония. Да, есть у нас филармония. Да, уточните. Сегодня и завтра, поэтому уточните. Да, получите. Ну что ж, у нас минуты буквально остается. Еще раз напоминаем всем, да, что абсолютно бесплатно можно будет посетить лекцию на лестнице. Первую в новом сезоне, в пятом. Нет, нет, этот сезон уже начался. Она будет предпоследняя, почти завершающая в этом сезоне. Хорошо. Будет событие 30 апреля в 16 часов. «Килл Билл» или пьесы Шекспира в современном театре. Это такая тема. Екатерина Рябова будет читать эту лекцию. Ну и ждем, безусловно, премьеры «Бури» в июне 16 числа в Театре на Спасской. Еще раз напомню, возрастное ограничение лекции 16+, постановки «Буря» 12+. Да, все верно? Все правильно. Спасибо, Юлия, за то, что сегодня к нам пришли. Много приятных моментов мы сегодня пережили. Научились считать. Скажи, века правильно у нас исчисления вести, да. Всем спасибо. На этом «Культ поход» завершен. До свидания. До свидания.